В минувшую субботу вся страна отметила скорбную дату, день начала Великой Отечественной войны. В Ярославле традиционно руководители разных уровней и ветвей власти отдали дань памяти ушедшим героям войны. На Леонтьевском мемориальном кладбище торжественно и строго прошла церемония возложения цветов и венков. В почетном карауле у памятников стояли солдаты. У памяти и скорби в России огромные масштабы. Наш народ заплатил за великую победу жизнями 27 миллионов своих сыновей и дочерей. День скорби отделяют от Дня Победы всего полтора месяца. Сама история позаботилась о том, чтобы мы знали и помнили об этой войне. 200 тысяч человек, считайте, наших ярославцев из Ярославской области, они остались в земле лежать. А всего 500 тысяч пошло с нашей области на войну. То есть, ну как правильно сказано, каждый второй не пришел. И у каждой семьи есть потери, поэтому вот эта дата, она тоже никогда не будет забыта. Я родился на 14-й день войны. Вот. Но помню все с двух лет, поэтому я запомнил бомбежки. По крайней мере, несколько. Одно очень ужасное, где я видел, как люди горели на Волге. А родился я на берегу Волги. Там стратегическая станция у нас. Она еще до сих пор, остаточки ее сохранились. Станция Ярославль-Пристань. Мой дед там был заместителем начальника станции. Вот это был стратегический пункт, который тоже немцы пытались разбомбить, как и наш мост через Волгу.